Первый киносеанс нашей страны состоялся в 1908 году. Семиминутный фильм Владимира Ромашова «Понизовая вольница» открыл эру российского киноискусства. Спустя сто лет российский зритель предпочитает западные ленты. Люди любят разнообразные фильмы, но если рассуждать, то, конечно, больше зарубежные. Потому что зарубежные фильмы интереснее, может быть, своей какой-то рекламой. Они дают очень хорошую рекламу. У них очень много спецэффектов в фильмах, ну, какой-то закрученный, может быть, сюжет. Особое место в российском кинематографе занимают документальные картины. Для любителей подобного искусства саратовские режиссеры Григорий Гришин и Ольга Яковлева сняли ленту «Ключ для заводного апельсина». Основана она на реальных событиях и рассказывает о радикальных молодежных группировках. Фильм о очень масштабном столкновении, которое шло на протяжении всех 2000-х годов между группами националистов-неонацистов и молодежными группировками «Антифа». Мы ставили перед собой задачу разобраться, как, исходя из чего, какие корни были у этого конфликта и что произошло с его активными участниками к настоящему времени. Картина саратовских документалистов уже успела найти своего зрителя. Более того, ее номинировали на участие в 8-м независимом фестивале российского кино в Нью-Йорке. Сегодня в России около 40 киностудий. В год «Отечественная фабрика грез» производит примерно сотню фильмов. Правда, доля русских картин в общих кассовых сборах составляет только 30%. Слата Певнева, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.